Всем привет, вы на канале Твинкл. Знаю, что вы все очень любите видео о животных, особенно невероятные битвы и сражения. Это уже пятая часть сумасшедших битв животных, снятых на камеру. Думаю, вам понравится, будет очень интересно. И если понравится, жмите на колокольчик. Начинаем! Начнем с невероятного момента, заснятого туристами. Люди услышали визги габбана, и когда приблизились, увидели тигрицу, которая уже поймала и душа за горло довольно крупную свинку. Вдруг произошло нечто необычное. К ним приблизился крокодил, который решил, что ему тоже нужна эта добыча. Он подошел плотною и чуть не укусил тигра. Тигр вовремя подпрыгнул и избежал укуса, а затем потащил кабана подальше от зубастого противника. Дальше стая уток, которая бродит в поисках пищи на берегу замерзшего озера. Но то, что произошло дальше, выглядит очень эффектно. К уткам незаметно подкралась дикая рысь, и подходящий момент атакует. В прыжке ей удалось зацепить утку, но во время приземления не удержала, и утка сразу убегает. Вот еще один момент атаки рыси, заснятый на камеру видеонаблюдения Финляндии. Олень так увлекся едой, что не заметил рысь, которая подошла почти плотною. И вот момент атаки. Рысь запрыгнула на оленя, и в этом сражении они убегают за пределы видимости камеры. Что было дальше, непонятно. Дальше еще одно очень необычное сражение. Гигантской скалопендри приблизилась змея. Многоножка долго не думала и атаковала. Шансов у змеи нет почти никаких, ведь у скалопендри есть очень опасный токсин, который опасен даже для человека. После нескольких минут сражения змея уже перестала подавать признаки жизни, и скалопендри начинает ее поедать. Вот что осталось от змеи. Она попала на грозного хищника и стала вкусным обедом. Вот еще один шокирующий момент. Крокодил оказался полностью окруженным прайдом львов. Он оказался возле львов не случайно. Наверняка почувствовал, что поблизости есть туша, поэтому и оставил воду, чтобы исследовать обстановку и возможно легко перекусить. У крокодила просто нет другого выбора, кроме как использовать свою силу и скорость, чтобы спастись и убежать в воду. Вот еще один похожий момент. Львы заинтересовались крокодилом на суше, но зубастая рептилия в обиду себя не даст. Крокодил успешно защищался от всех атак львов и те быстро поняли, что эта добыча им не по зубам. Стоять диких собак обнаружила озеро, где плавает бедная импала. В воде она оказалась, спасаясь от этих зубастых хищников. Собаки знают, что рано или поздно у нее кончатся силы и она приблизится к берегу. В конце концов это случилось. Импала спряталась на островке, чтобы передохнуть, но ее быстро обнаружили. Стоя дикарей получает свой завтрак, они просто разорвали долгожданную добычу. Дальше сумасшедший осел, который рискнул прыгать на большого верблюда. Горбатый защищался вяло, поэтому пропустил укус осла за шею, но потом и сам смог несколько раз укусить. А вот сражение осла с гиеной. Гиена укусила осла, но потом сильно об этом пожалела. Осел зацепил ее за голову и долго мучил. Сразу видно, что гиена приручена, она ведет себя очень спокойно. Гурон – животное семейство куньих. Вы видите, как этот маленький хищник нацелился на ядовитую гремучую змею. Действует он очень осторожно, ведь четко понимает всю возможную опасность. Змея решила уползти. Гурон кусает ее за хвост. В конце концов, после нескольких точных укусов змея перестала сопротивляться. Гурон окончательно ее убивает и уносит для поедания. А тут самец льва заметил буйволицу с маленьким теленком и решает атаковать малыша. Мать рогами попыталась отогнать льва, но зубастый сразу переключился на саму буйволицу. Кошка ловко цепляет ее за шею и начинает душить. Буквально через несколько минут лев задушил буйволицу и сразу вспомнил, что рядом должен бродить еще один лакомый кусочек мяса. Он заметил его в траве и тоже убивает. Рыбы-брызгуны обитают в пресноводных водоемах Индии, Австралии и Полиназии, примечательны весьма необычным способом охоты. Свою жертву, которой может быть кузнечик, бабочка, сверчок или другое насекомое, эти рыбы часто сбивают прицельной струей воды. Струя, достигающая, как правило, 2-5 метров, сбивает насекомое, которое находится на расстоянии 1-2 метра от воды. Причем в зависимости от размера жертвы, брызгун меняет силу своего выстрела. Это сражение вороны с крысой засняли на стадионе. Крыса защищается и бросается на ворону, но птица не отступает, она клюет крысу и тянет ее за хвост. Но эти атаки ни к чему не привели. Крыса сумела уйти и скрылась в водосточном отверстии. Дальше просто невероятное зрелище. Львы заметили на дереве леопарда, который уже затащил туда свою добычу и спокойно поедал. Львам никогда не удается добраться туда, куда может залезать леопард. Но не в этот раз. Одна львица решила попробовать свои силы и полезла на дерево. Удивительно, но ей это удалось. И прямо среди ветвей между леопардами и львицей началась схватка. Пока они сражались, ветка сломалась и они оба падают на землю. Леопард сразу же убегает, а львица остается заслуженной добычей. Вот еще несколько интересных сражений львов против леопарда. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео.